Водопадное планирование и управление проектами Водопадное планирование 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 проектами а с другой стороны сделать его достаточно гибким. И на самом деле это важно не только для тех, кто разрабатывает и сопровождают продукты, но и для руководства, компаний, потому что это весь вопрос организации. Работа организации, труда рабочего времени, распределения задач, контроля исполнения задач. На самом деле это действительно охватывает весь цикл работы предприятия и тех предприятий, в которых IT играет роль обеспечивающую. Не будем говорить бухгалтерские системы, но скажем, система управления предприятиями, система взаимодействия с клиентами, те же веб-сайты, компании, те же мобильные приложения, которые сейчас очень много функциональны. И до уровня непосредственно разработчиков, либо компаний, которые разрабатывают те или иные приложения, я в общем-то покажу как раз на примере именно такой компании, которая специализируется на выпуске приложений. Но раз мы с вами говорим о программах, все-таки давайте, как это обычная клиника, сначала договоримся о том, что мы будем считать программным продуктом. Те из вас, кто знаком с лучшими практиками управления IT-инфраструктуры, это вот так называемый IT-инфраструктуры, я, кстати, говорил, если вас не очень затруднит, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, хотя бы вот в чате плюсики или минусики поставьте, кто с IT-инфраструктурой знаком, чтобы тоже было понятно. Так вот, программный продукт по IT или программный сервис, IT-услуга, это то, что создает ценность для компании, то, что приносит очевидную, видимую пользу для компании. Да, вот такая стрела, попадающая точно в цели. Поэтому как раз и разработка, и сопровождение, и текущие какие-то изменения программного продукта, неважно, это будет продукт, который эксплуатируется внутри компании, или продукт, который делается на продажу для массовой аудитории, как различные, например, популярные приложения для смартфонов. Так вот, любой продукт должен быть плодом такой совместной работы и будущих пользователей, даже если они внешние, с ними нужно устанавливать какую-то обратную связь, дорабатывать продукт по результатам, например, выставок, конференций, каких-то первых шагов использования, так и внутри, естественно, компании. Отвечать на вопрос, что не хватает в продукте, что мы можем сделать лучше, нужно, в общем-то, совершенно постоянно. И в этом, собственно, и особенность программных продуктов. Да, это у нас виртуальные какие-то вещи, мы их можем дорабатывать. Это не дом, не строение, которое, если уже построишь, то далеко не все в нем можно переделать. Программные продукты могут и использоваться, и создаваться людьми, которые живут в самых разных географических локациях. Людьми разными по темпераменту, по культуре. Это все тоже должно быть учтено, в том числе, ведь нередко выпускаются даже какие-то адаптированные, локализованные версии программных продуктов. И я думаю, что все прекрасно мы понимаем, что термин локализация уже давно означает далеко не только перевод, скажем, меню интерфейса на соответствующие визы. Нет локализации этой адаптации к тому, как люди привыкли говорить, привыкли использовать. В частности, я буквально сегодня проводил презентацию одного такого продукта. Это система для караоке-клубов. И вот с чем пришлось столкнуться, очень интересно, допустим, в России и в Китае. Совершенно по-разному люди привыкли отдыхать в караоке. Просто подход разный. Значит, требования к программному продукту, казалось бы, одному и тому же, который помогает, так сказать, улучшить голос. Они оказываются разными. Они оказываются разными. Не принципиально, но свои нюансы есть. И вот как раз такие нюансы очень хорошо было бы реализовать именно гибкими методиками. То есть не загонять в какое-то жесткое прокрустного ложа требования, говорить, вот есть продукт, вот все-все-все, мы его таким образом только делаем, используем, кому не нравится. Не пользуйтесь. Нет, люди используют по-разному. Есть продукт базовый, есть какие-то доработки, которые выявляются, исходя из определенных предпочтений, сложившихся у той или иной группы пользователей, как раз для того, чтобы для заказчика, для потребителя, для пользователя этот продукт постоянно был ценен, интересен для использования. Если кто из вас участвовал, например, в разработках приложений для смартфонов, вы знаете, сталкивались, это известно в индустрии случаи, когда выходит приложение, оно становится очень популярным, только это буквально одна-две недоработки, и от него пользователи отказываются. Разработчики выпускают обновления, уже опять аудиторию привлечь очень сложно, потому что приложений очень много, то есть развитие должно быть очень-очень точное, динамичное, очень быстрое, чтобы не то, что не отпугнуть, а все время привлекать аудиторию к себе. С точки зрения разработки, ну вот про эти все особенности сказали, конечно, не могу не сказать про зависимость от внешних всякого рода источников, мы существуем не в натуральном хозяйстве, это провайдеры, это всякого рода облачные сервисы, которые мы можем использовать, системы разработки, которые тоже могут быть облачные и совместно используемы вот такими распределенными командами, как средства доставки до потребителей, тоже все приходится использовать, это все тоже особенности, которые накладываются на аспекты, в том числе и планирование работы. Ну вот, собственно, понимая все эти особенности, давайте мы с вами перейдем сначала к обзору моделей планирования, которые существуют, которые сложились исторически, естественно, обзор мы сделаем укрупненный и поговорим об их достоинствах, ограничениях, сложностях и как эти сложности можно преодолеть вот как раз за счет взаимного использования. Традиционные модели водопадные, или же начиная от ветвления от водопадной модели набегающая волна, вот чем они характерны. Водопад это планирование от начала до конца проекта, то есть когда путем длительных итераций, планирования, длительных согласований разработчики пытаются все-таки получить от заказчика, проработать самим детальные требования продукта. Такую модель, конечно, очень любят заказчики, потому что заказчики, руководители, это понятно, потому что тогда план подписан и заказчик, руководитель, они понимают, что все хорошо. Через год у нас будет продукт, мы вот подписали требование, мы знаем, сколько мы потратили на разработку денег, сколько мы за нее заплатили. Это, конечно, очень хорошо, но ведь чем сложнее продукт, тем сложнее сформировать вот такие детальные требования. А чем может обуславливаться сложность продукта? Сложность продукта может обуславливаться своевым размером, масштабом. Сложность продукта может обуславливаться, наоборот, его абсолютной новизной какой-то, когда, выпуская, опять-таки, например, приложения какие-то новые для мобильных устройств, мы не можем знать достоверно, какой именно функционал сработает, что лучше сработает. Поэтому сами пользователи могут даже не очень хорошо представлять, особенно если это пользователи какие-то массовые, которые не сотрудники компании. Тогда иногда используют модель, тоже это модель из серии «Водопадный», но она называется «Метод набегающей волны». Это такое своего рода планирование от достигнутого, то есть когда детальные планы строятся только на какую-то глубину, которая нам хорошо понятна. Например, мы строим план до определенной вехи, выпускаем модуль 1. Когда у нас модуль 1 заработает, мы его здесь опять будем планировать-планировать и создадим планы детальные для выпуска, скажем, модуля 2-го, 2-ая веха. В принципе, такой подход позволяет уже более точно адаптировать продукт. Еще подобный подход известен, как практика выпуска релизов, хотя нельзя назвать, не всегда, точнее говоря, можно назвать полноценным продуктом. Это действительно чаще то ли какие-то модули, то ли отдельные этапы. А вот общие ограничения все равно сохраняются. Да, с одной стороны, мы вроде как пытаемся идти по шагам, тем самым уточняя свои позиции от этапа к этапу, планирование каждого нового этапа уже опирается на полученный опыт и разработки эксплуатации. Но такой подход не очень любят заказчики, потому что в этом случае финальные сроки и финальная стоимость становятся известны только, когда мы приступаем к планированию последнего этапа. Ну и все равно сохраняются ограничения, все равно этапы достаточно большие, крупные, все равно приходится вникать сразу в детали, которые не всегда известны. Поэтому к достоинству вот таких водопадных иерархических методов планирования можно отнести такие. Во-первых, это то, что определяется глобальное направление расхода. То есть мы можем заняться стратегическим, архитектурным планированием, мы понимаем концепцию продукта. Можно планировать закупки, если, например, требуются закупки оборудования, особенно, если требуются закупки оборудования, лицензий каких-то. В этом случае такой подход очень хорош. Такой подход неплох, когда речь идет о хорошо известных каких-то системах, например, о известных промышленных системах, по которым есть большой опыт внедрения, доработки, адаптации. Их можно внедрять вот такими иерархическими подходами, то ли водопадным, то ли методом набегающей. Волны, они хорошо работают, они предсказуемы. Это, безусловно, их достоинства. Про недостатки еще поговорим немножко позднее. Пока давайте начнем с достоинств. И перейдем к обзору достоинств и особенностей использования моделей, которые получили такое обобщенное название гибкие или адаптивные модели. Бутыл, что называется, в практике, это, в общем, не очень часто используемый термин. Мы чаще, конечно, мы говорим и называем по имени той модели, которую используем. Мы работаем по agile, мы работаем по скраму, скраму, это подходы, это даже где-то, может быть, идеология в какой-то мире, программирование. Тут же agile, например, всячески открещивается от того, что мы называли методикой. Вот. Ну, если заговорили об agile, какие основные шаги. Короткие бизнес-требования, то есть делаем то, что нужно здесь и сейчас, поиск вариантов решения, короткая итерация проектирования, кодируем, тестируем, показываем пользователя. Очень хорошая модель с точки зрения именно конечных пользователей или такого низового управленческого звена. Быстро получается результат, тот, который нужен здесь и сейчас. Ничего другого, ничего, так сказать, лишнего не делается. Сразу делаем только то, что нужно заказчику здесь и сейчас. Какую-то одну функцию, не знаю, например, в данном виде в Альфа-Ван добавил в личный кабинет функции частного инвестора. Все, весь личный кабинет тот же самый. Ты можешь делать в нем все то же самое, но тебе, оп, сделали еще одну функцию. приятное дополнение. Это вот чистый джайл, скрам-подходы. В чем их особенность? Как они реализуются? Вкратце давайте, даже если многие, наверное, сталкивались, все-таки пройдемся. Вот такое быстрое достижение короткого, очевидного результата достигается за счет коротких итераций планирования. Формально от одного дня до одного месяца, чаще на практике это где-то около двух недель, плюс-минус несколько дней. Иногда недельное планирование. Что означает термин инкрементное планирование? Инкрементное это означает, что мы даже внутри каких-то шагов двигаемся еще более мелкими шажками, то есть разбивая на конкретные конкретные функции. Ну вот давайте я попробую показать вот инструмент на котором мы пользуемся Trello, я думаю достаточно известный. Вот скажем в Trello есть доска, что такое доска, чуть позже поговорим, по разным продуктам, в каждом продукте есть достаточно крупные шаги, то есть мы понимаем куда мы двигаемся. Например, продукт Speech Communications, просто чтобы было понятно, это решение для колл-центров, которое позволяет обрабатывать голос, оператора, входящий голос для того, чтобы лучше были коммуникации, были более понятные, более убедительные, меньше было шумов и так далее. Как вы видите, здесь достаточно крупные шаги, то есть это элементы как раз того самого иерархического планирования. А вот инкрементное планирование, инкрементное планирование как раз предполагает, что мы расписываем по отдельным конкретным шагам. Я вам покажу свою доску, те задачи, которые касаются меня. Здесь уже отдельные, отдельные, отдельные локальные шаги, локальные точечные действия, которые понятные, четкие, которые можно очень точно спланировать по времени. И за счет этого действительно обеспечивается вовлеченность и разработчиков, представители заказчика. Заказчик опять же в самом широком понимании этого слова это может быть заказчик внутренний и внутри вашей компании, ваши пользователи, ваши подразделения, это может быть и заказчик внешний. Возникает естественно вопрос, а как с внешним заказчиком согласовать эти инкрементные шаги? Постоянно взаимодействовать любыми современными инструментами. Решение публикуется информация на сайтах, распространяется в виде рассылок, участие в каких-то мероприятиях типа выставок, конференций, на которых получается обратная связь, получение обратной связи от тех, кто уже использует эти решения. И когда действительно команда относительно небольшая, а в каждом продукте на самом деле команда получается небольшая, буквально 3-5 человек, 7, даже то, что здесь написано 10, это, пожалуй, предельный случай. Люди коммуницируют между собой, они быстро доносят полученную информацию каждой из своего источника и принимаются решения о том, что сделать дальше, какая функция может быть полезна. А вот, кстати, и первый шаг к тому, как можно объединять гибкие адаптивные методики. Крупные проекты могут включать адаптивные команды. Собственно, то, что я только что показал в Трево. Есть крупные проекты, в которых расписаны крупные шаги, а адаптивные команды делают свои локальные задачи. И, как я и сказал, действительно важно, что каждая команда будет включать в себя специалистов разного профиля. Это и маркетологи, это и разработчики различных профилей, это и менеджеры продукта. методики. Таким образом, достигается максимальный эффект именно от использования адаптивных методик. Мы проект делаем детальный, точный. Вот ту самую пресловутую иерархическую структуру работ мы строим фактически на протяжении всего проекта, но об этом чуть позднее. А в отличие, например, от иерархических методик, которые требуют от нас детальную структуру всех работ в проекте расписать сразу же. Таким образом, делая первый шаг к комбинированию иерархических и адаптивных методик, мы не отказываемся от того, что нам предлагают иерархические подходы водопадные, детально расписанные работы. Почему они хороши? Потому что их удобно контролировать. Это элементы контроля и с точки зрения целостности продукта, с точки зрения работы персонала, с точки зрения координации для достижения результата. Но мы уже не делаем эти детально расписанные работы одномоментно в только фазе планирования. А допуская, что планирование вот таких отдельных работ может производиться уже в ходе исполнения работ, в ходе коммуникации вот таких с пользователями, с заказчиками, получения какой-то информации, что называется, из внешнего мира и в результате можно выпускать вот один из стандартных таких иллюстрирующих слайдов небольшие релизы последовательные, которые выпускают только-только нужный функционал и тем самым, кстати говоря, достигается достаточно хороший экономический эффект, потому что делаем только то, что нужно заказчикам. это тоже на самом деле очень ценно, потому что скажем, одним из недостатков например адаптивных подходов является действительно накопление ошибок, которые на разных итерациях были сделаны. Если мы используем только адаптивный подход, к сожалению, такие тенденции в свое время бывали. Разные часто конкурирующие методики говорят, нет-нет, действуем только так, как мы сказали, мы только по agile работаем. Основной риск agile состоит в том, что накапливаются ошибки, нет длительного горизонта планирования, следуя с точки зрения заказчиков, инвесторов, нарастает эта неопределенность, а когда будет продукт готов, а мы сможем ли мы его вообще закончить, а не получится ли, что какая-то новая функция вообще приведет к радикальной переработке продукта. Но и у водопадных походов свои большие недостатки. И самое основное, вот здесь на первое место выяснилось, что ключевые решения, вот это самое детальное планирование на уровне иерархической структуры работ производится, когда фактически сама разработка еще не начата и вполне возможно нет такого детального понимания. Значит, придется тоже переделывать что-то, но уже из-за того, что появились другие функциональные требования или другие системные требования. Вот, собственно, нам и нужно совместить эти две методики. Адаптироваться сложнее. Ну, кто сталкивался с методиками PMBOK, там прямая рекомендация руководителю проекта, что он должен противостоять любым изменениям в проекте. Обычай, в каких-то методиках наоборот нужно искать, что можно сделать лучше. Вот, собственно говоря, задача состоит в том, чтобы эти казалось бы два противоположных подхода совместить и вытащить из них лучше. Собственно, об этом мы с вами говорить уже начали. Это постоянное планирование и уточнение, но в рамках в то же время общей такой заданной водопадной модели. При этом водопадная модель не доводится до абсолютной детализации, оставляя, скажем так, определенный люфт, как раз на этом слайде очень хорошо показано, определенный люфт для согласования. Видите, у нас есть общее понимание продукта, у нас есть основные ключевые свойства продукта, но в рамках каждой итерации мы используем гибкие методики для уточнения уже детальных каких-то свойств, для их реализации, согласования, исправления уже каких-то локальных ошибок. Это, безусловно, очень-очень становится полезным. Ну, пожалуйста, уважаемые коллеги, я готов включить вам микрофончики и мы могли бы обменяться мнениями, я готов ответить на ваши вопросы, ну, а потом мы с вами будем двигаться далее. Итак, продолжим как раз на примере, который я уже показывал, это действительно реальный пример, как мы сейчас работаем над выпуском целой линейки приложений, связанных с обработкой звукового сигнала, ну, вот проект, который сейчас, пожалуй, наиболее, так сказать, на острие, это продукт для полцентров и продукт, скажем, для слабослышащих, да, для того, чтобы помочь адаптироваться в цифровом мире людям, которые со слабым слухом. Итак, смотрите, вот как все то, что я говорю про совмещение, базовое совмещение методик, здесь реализуется. И на самом деле, вот трейлер действительно очень, прошу прощения, очень хороший такой инструмент, который за счет использования разных досок, взаимных ссылок между разными досками позволяет осуществить вот такое комбинированное управление. Итак, если мы посмотрим, что у нас здесь есть, выпуск, например, версии для Linux, фактически это самостоятельный достаточно большой проект. То есть, это сопоставляя с нашим методическим циклом, это есть, что product vision. Мы говорим о том, что у нас есть введение того, что данный, есть введение того, что данный продукт, вот он, product vision, должен иметь свою Linux версию. Дальше, крупный шаг. Мы говорим, что нам необходимо сделать сервер, который будет управлять лицензиями для корпоративных клиентов. И нам отдельно нужно сделать коробочную версию для фрилансеров. То есть, это тоже такие мини-проекты, модули, они фактически соответствуют чему? Набору вот этого product feature set, вот эти вот кирпичики маленькие. То есть, мы продукт составляем из вот этих маленьких кирпичиков. Таким образом, на общей доске, на общей доске мы формируем своего рода водопадные элементы модели. Мы планируем проекты и мы планируем вот эти вот кирпичики продуктовые, которые функциональные, продуктовые, модульные, которые должны быть сделаны. Но любой из вас даже вот так бросив один взгляд, понятно, что вы практически ничего не знаете про этот продукт, но вы даже бросив вот такой короткий взгляд, можете уже сказать, так, хорошо, но ведь на этом уровне задача поставлена слишком общо, что мы будем делать. И вот для этого мы как раз переходим на уровень итерационный, то есть каждый вот этот блок, он разрабатывается итерационно, и если я сейчас перейду, например, на давайте на свою перейду, чтобы показывать, на свою доску, вот, пожалуйста, мы говорим, есть отдельные конкретные задачи, провести презентацию, то, что несколько минут назад, только как несколько минут назад, вот как раз мы говорили о том, что нужно получать обратную связь, провели презентацию, получили обратную связь, кстати, действительно, сегодня проводили эту презентацию, нужно пообщаться с производителями оборудования, которое используется, отлично, тоже для чего получить обратную, обратную связь, уточнить задачи, вот здесь, кстати, я вижу, сейчас поступило очень интересный комментарий, Яна, да, спасибо, все правильно, вы пишете, в традиционных гибких методологиях иерархическая структура работ вообще не строится, совершенно верно, и с одной стороны это плюс, безусловно, вы пишете, да, короткие, короткие вот эти итерации, подумали, сделали, пошли дальше, но вот как раз суть совмещения в том и состоит, что взять лучшее, вот они, короткие итерации, о которых Яна как раз написала, да, подумали, сделали, пошли дальше, подумали, сделали, пошли дальше, и основной риск именно вот таких адаптивных подходов, мы накапливаем ошибки из-за того, что не знаем, куда мы движемся в итоге, у нас нет каких-то хотя бы грамочных границ, куда мы движемся, они слишком общие в адаптивных, таких классических, там, адаптивных подходах, мы не знаем, сколько у нас будет лимит времени, обычно устанавливают, ну, какое-то количество итераций, да, то есть, то, что вот и названо сложности в стратегическом планировании, и вот как раз переход комбинированному использованию иерархических подходов, там, где исторический ВБС строится, и подходов адаптивных позволяет, вот как я как раз и сказал, и как сейчас показал на примере, взять лучшее, с одной стороны, строить детальные пакеты работ, то есть, иметь некий стратегический, продуктовый и по-модульный вижн, а с другой стороны не заставлять строить вот эти пакеты работ уже абсолютно детально так, чтобы ставить задачи конечным исполнителям, почему? Потому что вот на этом этапе как раз и возникает подумали, посоветовались, получили обратную связь, еще подумали, сделали, показали, получили обратную связь, идем дальше, то есть, иерархическая структура работ, чуть дальше я там по слайдам это покажу, она детализируется в ходе исполнения, вот ну если дойдем, покажу, если интересует методология, это как раз вот в расширении PMBOK для софтверных проектов реализован, что нам это дает? Это нам дает как раз, видите, снижение с одной стороны рисков, которые влечет за собой использование в чистом виде водопадных методик, когда мы планируем детально, еще не обладая полнотой информации, за счет чего? За счет того, что вот эти самыми короткими короткими как раз итерациями мы реализуем конкретные набранные принципиально фича сетс, то есть функциональные свойства. Мы говорим, нам нужно определенное свойство, например, нам нужно, чтобы в решении, в нашем решении фильтровался входящий аудиосигнал, отсеивая, я не буду вдаваться подробностей, отсеивая окружающий шум. Хорошее требование, как его сделать? Мы точно не знаем, мы будем пробовать. Одна итерация, другая, третья итерация. Иногда даже, кстати, я могу сказать, в рамках этих итераций меняются принципиально алгоритмы обработки. То есть не просто меняется только программный код, но и меняются алгоритмы обработки. В результате получается решение, которое обладает заданным вот этим функциональным свойством, но при этом команда не ограничена изначально тем, как оно будет сделано. Это способ реализации, формат реализации, они дорабатываются в ходе и определяются командой в ходе вот этих коротких итераций. В свое время модель майкрософтовская жизненного цикла разработки или как она представлена гибкая разработка программного обеспечения, если посмотрим, вот эти две модели практически одинаковые. Мы определяем некую ближайшую веху, в рамках видения производим планирование, создаем билд, стабилизируем, выпускаем, причем на самом деле, хотя здесь нарисовано, что стабилизация это просто одна фаза, здесь на самом деле тоже итеративное постоянное согласование между разработчиками, тестировщиками, пользователями и в результате, что выпуск, вот он выпуск какой-то какого-то очередного, небольшого, какого-то небольшого, очередного релиза. И вот здесь как раз мы и переходим к тому, как проводить вот эту детализацию, то, что встраивание в водопадную модель работы иерархическую водопадную модель работы гибких подходов как раз распространяет и использование иерархической структуры работ на вот эти вот отдельные короткие итерации. Точнее, никто там не говорит, потому что нужно прямо взять и дорисовать. Нет, просто в рамках иерархической структуры работ, когда мы говорим уже об уровне пакета работ, то есть как раз то, что мы делаем, как мы делаем. Вот это, вот эти вот пакеты могут формироваться многократно для достижения одного результата, ну или если продолжать говорить в терминах именно там PMBOK результата поставки. То есть получается, смотрите, какая интересная вещь, мы вот эту детализацию, которая формально называется словарь иерархической структуры работы, описание предметной области, мы для достижения одного результата можем и должны выполнять многократно именно вот такими короткими итерациями. То есть вот на этом уровне как раз и используется модель гибкая. Первые два уровня vision, разбиение на функциональные модули, а здесь формирование в итерациях, коротких итерациях непосредственных функционалов. Таким образом это достаточно удобно работает, это позволяет очень быстро адаптировать продукт, просто опять же, чтобы не быть голословным, на примере вот тех разработок, которые я показывал в рамках Трелла, как это выглядит, скажем, продукт был выпущен, ну, очередная его версия продукта для контакт-центра была выпущена в начале февраля. Буквально на прошлой неделе мы представляли этот продукт на крупнейшей в мире берлинской выставке для контакт-центра, получили большой объем обратной связи и уже буквально вот на этой неделе во вторник были поставлены новые задачи, которые, собственно говоря, я и даже показал, то есть фактически вот, говорится, в режиме реального времени происходит и эти доработки, они как раз и будут выпущены буквально уже к очередной мартовской конференции для того, чтобы опять же представить заказчика. Ну, собственно, для того, чтобы это можно было сделать, как раз ежедневный скрам совещание включаются вот в эти итеративные циклы, собственно, скрам-доска и тот же трелл, поэтому и сделан фактически в режиме скрам-доски, но не одной скрам-доски, как опять же в таком более привычном устоявшемся скрам-подходе, когда это действительно просто некий вайтборд, белая доска, на которой каждый день мы вот двигаем, а в рамках трелла, да, есть вот эти множественные доски, которые между собой могут быть связаны и параллельно, и иерархически, и за счет этого может быть такое достаточно сложное обеспечено комбинированное планирование и на перспективу, и более того, вот как раз здесь, наверное, об этом будет уместно сказать, это планирование не только в рамках одного проекта, одного продукта, это в целом портфельное планирование, на самом деле, если вот здесь посмотрим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, это шесть продуктов, это в чистом виде портфель продуктовый, это продуктовый портфель, который между собой связан, но в то же время каждый продукт имеет самостоятельную ценность, каждый продукт имеет свою программу разработки, а внутри которой как раз реализуются вот такие короткие скрам-итерации, которые соответственно отражаются, ну я не буду уже сейчас переключаться, потому что многократно это делал, короткие вот эти итерации реализуются где на отдельных локальных досках вплоть, как вы видите, до уровня конкретных исполнителей, вплоть до уровня конкретных исполнителей, структурно это выглядит именно таким образом, вот я вам показал, так сказать, в реале вживую, структурно на это выглядит таким образом, есть глобальная доска, есть доска пакетов, собственно, скрам-доска, и может быть доска исполнителя, как раз, где ставятся индивидуальные задачи, ведутся индивидуальные задачи каждого отдельного участника, соответственно, это уже легко контролируется, причем как самим исполнителем, самим разработчиком, другим членом команды, так и со стороны руководителя проекта, со стороны продакт-менеджера и так далее. Вот такой механизм, такой механизм совмещения сейчас становится постепенно достаточно востребованным, как я уже сказал, он начинает получать свое отражение в целом ряде методик, которые вот здесь на первом слайде приведены, на одном из первых слайдов, это в частности расширение пеймбога софтверных проектов, это в стандартах свебока и, ну, кстати, сейчас уже и третья версия вышла, тоже надо поправить, вот, ну и надеемся, что это дальше будет развиваться, вот, на опыте это используется очень-очень хорошо, я готов снова с удовольствием включить всем микрофончики, пожалуйста, ваши комментарии и голосом, и кому, если удобнее, учать, пожалуйста, коллеги, слушаю вас, итак, в рамках такой модели команды разработки совершенно естественно могут и будут использовать сложившиеся инструменты, да, в общем-то, все мы знаем, что в рамках разработки программного особенного обеспечения гибкие методики сейчас весьма популярны и по различным оценкам и статистике занимают где-то не менее 70, некоторые говорят и до 80% доли от используемых методик, поэтому использование вот как раз именно скрам-артефактов, артефактов и подходов, связанных с экстремальным программированием непосредственно команды могут продолжать использовать, непосредственно команды могут продолжать использовать и, соответственно, работать в привычной себе среде, при этом на выходе мы получаем при этом мы на выходе получаем как раз вот продукт. Вот здесь тоже хочу сказать и, может быть, пригласить на следующее подобное мероприятие, которая будет, наверное, в конце марта, в начале апреля, так называемый продуктовый подход к разработке, понятие или позиция роль продакт-менеджера, которая наверняка тоже уже многим известна, человек, который отвечает за выпуск и эксплуатацию продукта целиком, за согласование требований с заказчиками. Вот, собственно, эта комбинация и выводит нас как раз на продуктовый подход, когда вовлекаем и заказчиков, и исполнителей не только в утверждение планов, но и фактически в еженедельные короткие итерации. За счет этого те же заказчики, потребители, пользователи будут чувствовать себя более вовлеченными. Это, кстати, очень серьезно снижает риски отторжения потом продукта. Тоже ведь это в чисто водопадных методиках риск достаточно существенный, когда вот делается, 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 а потом заказчик вроде бы принимает в работу, а рядовые пользователи, которым с этой программой работают, говорят, а что это такое, зачем нам это нужно, как мы с этим будем работать, мы уже привыкли, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть возникает целый ряд сложностей. А так, когда люди вовлечены на регулярной основе, они видят, что их какие-то пожелания, замечания реализуются, отрабатываются, это потом приводит к тому, что они гораздо с большей, что называется, охотой, а значит и гораздо более эффективно будут использовать сам продукт в своей работе. Это касается и как коммерческих продуктов, так, в общем-то, и в значительной степени даже развлекательных продуктов, ну вот из той же линейки, о которой я вот говорил, которую показывал, да, вот, скажем, такой вот есть интересный продукт, который позволяет, да, человеку, который петь не умеет, вытянуть его в голос, в общем автоматически, там, не звукорежиссера никакого прям реального времени, но, в общем, нормальные ноты. Вот общались мы с представителями караоке-клуба, они говорят, вот мы так работаем, все сделали, показали, мы почти уверены, что они там вот это свойство даже в конкретном клубе не будут использовать, но им просто приятно, это психологически такое, сделали так, как они хотели, учли их пожелания, да, если так можно сказать. То есть, вот такой вот подход очень клиент-ориентированный получается, а следовательно, это тоже, скорее всего, приведет к снижению количества затрат на последующую эксплуатацию продукта. Ну и, резюмируя, резюмируя методические вот такие вопросы, связанные с совмещением, как и что, какие методики лучше применять, в каких случаях. Есть очень интересная классификация, тоже, кому интересно, можете посмотреть у меня на сайте, такой же записанный вебинар выложен на сайте специалиста, я в конце покажу, где все эти записи, в том числе и наши нынешние, можно будет потом найти, просмотреть. Так вот, есть такая методика, называется управление организационными изменениями, она не имеет прямого отношения к IT, но косвенно, разумеется, имеет, потому что, как только меняется какая-то структура работы в компании, происходят какие-то изменения в штатном расписании, естественно, это все должно подкрепляться там изменениями в IT-проектах. Так вот, в рамках этой методики выделяют так называемые три категории или три уровня изменений. Собственно, вот они в табличке и представлены. Первый, второй, третий. Первая категория изменения, это небольшая текущая модификация. Наверняка тоже те, кто работают в поддержке, в сопровождении в IT-департаментах каких-то предприятий, организаций, вам это хорошо известно, когда ставится значок, ну вот еще мне сделать такой отчет, еще мне добавьте возможность собирать, скажем, какую-то информацию, дополнительные одно-два-три поля про наших заказчиков, добавьте новый атрибут в наш продукт, в нашу услугу. То есть это небольшая текущая модификация. Затевать ради этого какой-то крупный проект, разумеется, никто не будет. Сложность небольшая, риски небольшие. Такие изменения реализуются практически всегда через адаптивные подходы. Как раз здесь очень удобно, быстро его такое согласование. На другом, что называется, полюсе, так называемая третья категория, ну здесь выглядящие такие страшные слова, изменения ценностей компании, то есть когда компания радикально меняет вообще профиль своей деятельности. Не просто выпускает новый продукт, а выходит в новый сегмент рынка, когда компания меняет профиль своей деятельности. Ну вот в рамках этого и семинара, и курса, который у нас есть двухдневный именно по организационным изменениям. Я такой привожу пример. Вот компания Nokia, которую все знают, вот она за 120, что ли, или 130 лет своего существования, она меняла 3 или 4 раза вообще свой бизнес. Они выпускали когда-то там резиновую обувь, они выпускали бумагу, они выпускали телевизоры, они выпускали то, что мы широко знаем, телекоммуникационное оборудование и мобильные системы. Они выпускают, продолжают и сейчас одно из их подразделений выпускать шины для автомобилей, то есть такое глобальное какое-то изменение. Такие глобальные изменения, конечно, управляются через портфель, они, разумеется, требуют глобального внедрения новых информационных систем. Чем это портфели проектов, портфели продуктов. А вот вторая категория изменений, она как раз наилучшим образом подходит для такого комбинирования адаптивных и иерархических подходов. То есть когда, с одной стороны, изменения достаточно существенные, требуют внедрения новых продуктов или новых версий продуктов, но в то же время это все нужно адаптировать к текущей работе. Вот в этом случае как раз те подходы, о которых сегодня в течение нашего первого часа мы говорили, они наилучшим образом применены. Есть глобальные какие-то, ну не глобальные, а достаточно крупные, скажем, задачи, связанные с информационными системами, информационными продуктами. Они разбиваются, опять же, как мы и говорили, на некое видение, на некий набор функциональных средств. А дальше реализация происходит уже на основе agile, scrum, kanban, методик экстремального программирования. Как раз-таки достигая вот этих целей и более точной постановки задачи, вовлечения пользователей, вовлечения заказчика и в том числе предъявления заказчику быстрого результата, что тоже является, конечно, одной из основных положительных черт в гибких вот этих всех методиках. Коллеги, хочу сделать еще одну небольшую паузу, если есть какие-то вопросы, может быть, теперь уже касающиеся вот как раз масштабов применения, целевых каких-то вопросов. И после этого перейдем, мы с вами еще поговорим о том, как в рамках вот этого комбинирования работать и мотивировать команду. Пожалуйста, включаю всем микрофончики и тоже готов ответить на ваши какие-то комментарии, соображения. Пожалуйста. Так, коллеги, значит, я прочитаю, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим. В адаптивном случае очевидно, что менеджер проекта есть. Где-то читала, что при чистом scrum менеджера проекта по сути нет, все варится в общем супе. Как-то странно, это действительно так, как часто и в каких случаях используется чистый scrum. Слайд 32 про жизнь и там нет чистого scrum. Чистый scrum это сказка. Ну, Яна, спасибо, значит. Ну, на самом деле любая методология в чистом виде это сказка. Так вот давайте честно скажем. В чистом виде не существует ни scrum, ни водопадных моделей. Все равно это всегда какая-то адаптация к тому, как работает конкретно ваша компания и организация. Да, все-таки давайте так скажем. Любая модель это некая идеализация. Да, любая модель это некая идеализация. Поэтому это действительно так. Я, в общем-то, развивался всегда как вот и проектный менеджер, и портфельный менеджер со стороны иерархических методик. Поэтому я честно скажу, что их знаю гораздо лучше. И сейчас как раз вот именно смотрю на гибкие методики, что из них можно взять лучше. В чистом виде там действительно в гибких методиках такого понятия как менеджер проекта нет. Там есть понятие владелец продукта, да, кто-то отвечает как раз за продукты. Есть понятие вот scrum мастер. Но при этом вот формально, по крайней мере, как в scrum написано, возможно, коллеги, которые лучше разбираются и в scrum не поправят. Scrum мастер, он не столько руководит разработкой, сколько он является таким своего рода модератором, который следит как раз за соблюдением scrum процедур. Ну, то есть как раз таки, чтобы не было каких-то отклонений и какой-то самодеятельности именно в выполнении scrum процедур. То есть чтобы проводились вот эти митинги регулярные, чтобы велась вот эта scrum доска, ну и так далее. Вот, поэтому сказать, что прямо уж совсем все варится в своем супе, наверное, нельзя. Но, и вот как раз мы сейчас, когда будем говорить о команде, тоже вопрос затронем. Гораздо больше делегируется и полномочий, и ответственности команде разработчик. То есть человек, разработчик, да, или вот это небольшая группа разработки, они сами вправе принимать достаточно серьезные решения. И вот мне лично, я даже еще высказываю свой такой абсолютно личный взгляд, как раз и хорошо, если вот эта группа scrum, она может принимать решения, но их решения все-таки ограничены тем функционалом, который уже утвержден. То есть принципиально, как я говорю, допустим, должна быть функция, которая позволяет отсекать входящий шуруп. Все, я как заказчик этого хочу, наши заказчики, которые покупают у нас продукт, этого хотят. А вот как вы это сделаете? Как, может быть, будет более удобно заказчикам использовать? Вот это уже вопрос ваш. Вы коммуницируете, вы предлагаете варианты, вы их пробуете, показываете и какой-то, в конце концов, что называется, вы даете. То есть, мне кажется, что в этом как раз достоинство и есть, что нет такого в полной мере варенья в собственном соку, а есть и элемент самостоятельности, и творчества даже, что для IT-людей достаточно важно. А эти люди не любят зачастую, правильно здесь написано, только как ресурсом, сказали и сделали, от забора до обеда. Нужна вовлеченность, нужна сама какая-то реализация. В этом смысле эта комбинация, на мой взгляд, как раз полезна. Хорошо, спасибо. Ну, если ответил на ваш вопрос, либо уточняйте. И еще комментарии, пожалуйста. Хорошо, давайте тогда двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ну, собственно, вот Яна нас так плавно перевела действительно к вопросам работы команды. Почему вообще Scrum и Agile и прочие гибкие методики получили такую популярность и распространение? Наверное, один из основных ответов, одна из основных причин как раз в этой вот фразе. Потому что действительно, IT-люди, это люди почти всегда с высоким уровнем и образования, и зачастую амбиции, и потребностью к самореализации. И как раз вот этот вот момент, когда от тебя что-то зависит, ты можешь принимать решение, он достаточно такой важный для таких людей. Другое дело, и вот как раз таки вопрос Яны, опять же, он правильный. Если дать просто вариться в собственном соку, то с точки зрения компании, с точки зрения заказчиков, всегда будет риск, что все-таки будет сплошное творчество, творчество, творчество. Разбираем интересные методики планирования, инструментарий, программирование, способы, алгоритмы и так далее, и когда же будет результат. Кстати, мне поэтому именно комбинации нравятся. С одной стороны, есть мотивационная такая творческая часть у команды, а с другой стороны, есть некие вешки, которые все-таки всю команду вместе, ведь все множество вот таких Scrum команд ведут все-таки к некоему общему результату. Как можно и как полезно строить команды? Ну, все-таки, раз мы говорим про IT, это, конечно, комбинирование виртуальных и локальных команд. Что такое виртуальная команда? Это команда, которая состоит из людей, которые работают удаленно в разных географических локациях, и поэтому с собой, друг с другом эти участники взаимодействуют с использованием разных инструментов. Ну, как мы с вами в частности сейчас используем инструменты вебинара, инструменты митингов, Skype, там Slack тот же самый, вот уже обязательно сегодня посмотрим, да, мы его используем достаточно активно и Skype, и Slack как инструменты. Чем хороши локальные команды? Как локальных специалистов очень, на мой, опять же, взгляд, полезно использовать таких вот узкопрофильных, высококвалифицированных специалистов, потому что они тогда погружены, например, в системный архитектор, который в целом планирует архитектуру системы, как такой паук, в хорошем смысле этого слова, который из центра паутины, значит, контролирует, чтобы была единая архитектура, чтобы инфраструктура не распадалась, а в то же время непосредственно разработчиков лучше привлекать тех, кто доступен и соответствует по квалификации, совершенно не обязательно, чтобы они находились в офисе, допустим. Я показываю на примере компании одной, а, допустим, если говорить про специалистов, там тоже разработчики сидят в основном внутренние, не в офисе, зачем человек должен работать, как-то выстраивать свой график, но при этом, естественно, выполнять задачи срок, то есть то, что называется контроль-результат. При этом все равно люди должны общаться. С одной стороны, нужно фиксировать точные задачи, а какой-то обмен мнениями, вот мозговой штурм наверняка слышали, какие-то обменения должны происходить. Другое дело, что в нынешних-то условиях, даже в виртуальных командах, это организовать не так сложно, это любые системы телеконференций. Ну, кстати говоря, тот же наш инструментарий вебинаров, ну, я сейчас не открывал, давайте просто в качестве иллюстрации, пожалуйста, вот камера, вот я, можете выключить вот камеру. Мы будем с вами уже разговаривать лицом к лицу, будем видеть друг друга, будем видеть выражение лица, если сделать чуть-чуть меньший масштаб, можно видеть вот, как я сейчас показываю, жестикуляцию, да, то, что называется, язык жестов, язык тела. Очень хорошо. И как вот в том же скраме рекомендуется, что необходимо раз в день, начинать день вот с такого короткого скрам-совещания, расставлять задачи, смотреть, что сделано, контролировать бэклог. Все отлично. Вот у нас тот же трейлер в качестве бэклога. Вот мы визуально, хоть и виртуально лицом к лицу, мы обсудили все, и дальше каждый работает, выполняет свои задачи. Все, очень хорошо. Как раз таки совместимо. Очень хорошо эти вещи все совместимы. Для людей, которые работают локально, одним из хороших инструментов может являться, например, парное программирование, если кто не сталкивался. С одной стороны, довольно дорогостоящий инструмент, с другой стороны, очень полезный, когда над одним и тем же кодом работают два программиста, как бы сменяя друг друга. Чем это хорошо? Своего рода возникает элемент соревновательности и одновременно контроль ошибок друг друга. Такой своего рода свежий взгляд. Программирование и ведомое тестирование. Ну, это в чистом виде гибкие методики. Как раз когда мы показываем, пользователи или там наши же тестировщики попробовали, быстро дали обратную связь, исправили. То есть вот как раз достоинства и вытекают. А вот как раз и опять же продолжаем. Ответ на вопрос, который, ну, даже не вопрос, а такой комментарий, который нам Яна дала, что роль PM, PM все-таки должен быть. Понимаете? Ну, это общеуправленческий принцип. Руководить должен кто-то один. Должна быть точка ответственности. Этого человека можно руководить и проекта. Это более традиционно. Вот сейчас развивается концепция продуктового менеджмента. То есть когда есть человек, который отвечает именно за конечный продукт, а он уже как уступает заказчикам, к разработчикам. Что сделать? Нужно, чтобы для пользователя, для потребителя продукт не уступил в ценности. То есть как назвать PM? Project Manager. PM это Product Manager. Оба подхода возможны. Возможно комбинация этих подходов. Но его роль больше лидерская и контролирующая как раз. При этом оставляя, вот как мы только что говорили, какое-то пространство для творчества команды, для того, чтобы люди могли самореализовываться. Да, в рамках общей постановки. И вот как раз вот эта вот самореализация в рамках общей постановки задачи, такого мейнстрима, она как раз почему тот же славший, стал очень популярным. Этот инструмент тоже показывают из того же самого продукта для контакт-центра. Есть поставлены общие задачи. Прекрасно. Поставлены общие задачи. А вот теперь вот эти разработчики, я честно говорю, то, что они здесь пишут, я сам вижу первенацию. Потому что это не моя задача. Мне нужно, чтобы продукт был готов. В общем, даже за продукт даже другой человек отвечает. Моя задача общепортфельная. Я вот до такого уровня не спускаюсь. Я буквально перед нашим мероприятием сюда. Заглянул. А вот конкретные разработчики, вот они обсуждают свои задачи. Смотрите, они в абсолютном творческом таком поиске. Ну, иногда извините, где-то тут у них даже проскакивает не совсем, так сказать, корректные выражения. Но они реально в творческом поиске. Они обсуждают свои какие-то вопросы. Все. В то же время их координатор, руководитель, это в любое время может посмотреть. Если что, дать какую-то, какую-то установку, какую-то внести коррективу, направить в правильное, в правильное, в нужное направление. Вот таким образом комбинация иерархических и гибких подходов, она, в общем, достаточно хорошо сказывается непосредственно на организации работы команды. Пожалуйста, я слово готов и с удовольствием включу звук. Пользуйтесь микрофонами, пользуйтесь чатом. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии, ваши соображения. Вот, ну, пока, возможно, вы еще собираетесь, мыслями готовитесь, я хочу показать, собственно, для тех, кто хочет познакомиться с вот этими подходами, со всей иерархией, не только в течение такого короткого, полтора часа мероприятия, но и более детально показать, что у нас в специалисте есть такая очень большая линейка курсов, детальных таких тренингов. Вот, они здесь показаны на двух слайдах, но я советую смотреть не на слайдах, я советую смотреть сразу же на сайте, потому что вот эти так называемые путеводители интерактивные, на них удобнее всего смотреть. То есть, например, раздел как раз IT-менеджмент вот здесь два самых правильных путеводителя, это путеводитель по IT-менеджменту и путеводитель по управлению проектами. Вот, соответственно, как раз курсы по IT-менеджменту весь жизненный цикл, вот этот курс IT-проект-менеджмент, обратите внимание, все ссылочки активны, то есть, кликаем, переходим прямо на детальное описание курса, если кто с нашим сайтом еще не знаком, это имеете в виду. Вот, ну это так, просто на примере одного курса показал. Вот как раз в рамках этого курса мы детально рассматриваем все подходы к ведению проекта. Вот именно в том ключе, как я сейчас представлял на выбирании. глобальный подход иерархический водопад, но внутри которого встроены вот такие методики. Курсы как раз по сбору, управлению, управлению требованиями, по внедрению изменений, релизов, по управлению рисками, и конкретные уже проектные курсы. Вот как раз ну тоже вот видите здесь тоже этот курс IT Project Management. Отдельные курсы несколько уровней именно по Scrum разработке. Как раз вот был на мой взгляд очень полезен вот эта общая концепция, которую я сейчас рассказывал на вебинаре и конкретно более детально познакомиться с Scrum, более детально познакомиться с Sprint 2. То есть если работает в госструктурах, стандарт российский ГОСКовский по управлению проектами. И какие-то уже детальные вещи, в частности в управлении командой проекта. Вот, простите, подходящие активно представляют коллеги, вы всегда можете ознакомиться. Ну и более высокоуровневые то, что это уже упоминал, это уже управление портфелями проектов, продуктов для реализации организационных изменений в компании. Вот всегда это вы можете посмотреть. Так, вижу как раз вопросы. инструменты типа Slack и Trello. Что значит все наши разработки на их серверах? Какие все наши, на каких на их серверах? Не очень понятно. В общем-то всегда, ну не всегда, но скажем так, за счетом очень крупных компаний поддерживать неспецифические бизнес-процессы и неспецифические инструментарии. это достаточно затратные, попросту говоря, неразумные, именно поэтому столь популярны облачные, как раз тоже можете посмотреть, использование облачной инфраструктуры, когда компания специализируется, например, там тот же Trello на предоставлении инструментов, мы ими пользуемся, естественно, там же не общий доступ, простите, я вопрос не совсем корректный. Естественно, каждая компания создает там свой профиль и там в этом профиле и в этом профиле имеют доступ к тем, кому компания этот доступ дала, никаких проблем здесь, здесь вообще-то нет и быть не может. Наоборот, неразумно абсолютно делать самостоятельно, просто будет дорого, вы не специализируетесь на разработке таких инструментов. И зачем каждая компания, каждая организация должна заниматься тем, что она умеет делать лучше, на чем она специализируется, а не пытаться вернуться в натуральное хозяйство, когда пытаемся все сделать сами, это будет дорого и все равно плохо. Поэтому мы работаем над тем, над чем мы умеем хорошо работать и используем те инструменты, которые нам нужны для того, чтобы в данном случае организовать взаимодействие. Хорошо, спасибо, коллеги, пожалуйста, если какие-то еще вопросы, с удовольствием отвечу. Да, я еще обещал показать, где появятся записи. Записи появятся на сайте специалиста, здесь их можно найти двумя способами, либо через меню вебинары. Вот видеозаписи прошедших вебинаров, ну и дальше соответственно выбрать направление мальчика. Здесь будет управление проектами. Управление проектами. Ну и вот, собственно, вы видите здесь предшествующие, тоже советую посмотреть. Также и эта запись у нас здесь появится. Вот. Ну и выложу, естественно, у себя на сайте тоже. Вот, все контакты они у нас здесь в конце презентации даны, потому что вы можете всегда воспользоваться. Пожалуйста, смотрите.